приветствую дорогие друзья с вами как всегда владимир я сегодня читаю выдержки зачитываю книги сила подсознания и кое-какие интересные статьи почему эту решил книжку зачитать потому что есть у меня предположение что наш мир это некая такая очень мощная компьютерная программа которая представлена но предположим фильме матрица и 13 этаж кстати также считает другой человек очень талантливый человек интересный человек это илон маск да его частенько конечно ловлю за хвост в его попытках обмануть человечество как он там запускать свои машины и какие-то невероятные ракеты в космос но ладно что ж теперь поделаешь в этом мы с ним расходимся а вот в том что наш мир виртуальная реальность и голограмма все-таки мы с ним сходимся и если он реально ну как бы сказать импровизирует все запуски ракету конечно он что-то наверное более знает меня и возможно из-за этого из-за того что он знает он делает вот такие подобные заявления сейчас я вам статейку зачитаю илон маск настоящий гений современности этот инженер стал миллиардером за счет своего интеллекта и труда они захватил нефтяные месторождения как олигархи в одноименной стране это так пишут и дословно тяжело не согласиться на развивает электромобили строит мосты и метро и там подобное илон является создателем стремительно развивающейся компании space x которая в обозримом будущем подвинет и роскосмос и наса маска также является создателем автомобилей будущего тесла но это еще не все ведь этот парень имеет активную жизненную позицию участвует в благотворительности инвестирует в научно-технический прогресс а значит в будущее всего человечества но светлую полосу маска частенько закрадывается сомнения насчет реальности нашего бытия ведь он уже не раз заявлял о том что мир является симуляцией матрицей маск не перестает удивлять общественность в том что человечество вероятно всего находится в матрице как говорил сам илон вся наша жизнь и события в ней происходящие до боли напоминает сюжет культовой франшизы матрицы ну кстати много других фильмов там черный город 13 этаж шоу трумана и еще наверное можно здесь от каких-то назвать но самый крутой фильм который может все рассказать нам по крайней мере о части нашего материального бытия это фильм таинственный лес я считаю держит нас просто вот в каких-то рамках чтобы мы дальше никуда не могли пройти так вот пытаясь в очередной раз понять и обуздать феномен мироздания не так давно маск пришел на беседу к лексу фридман у профессору массачусетского технологического университета и сейчас быстренько мы считаю лекс всю свою жизнь изучал подобные вопросы хотел бы узнать что же все-таки творится за пределами человеческого сознания как же устроен настоящий мир в котором все мы не можем попасть из-за той самой матрицы а сам илон в ходе беседы твердо заявил о том что если потребуется то посвятит всю свою жизнь изучению подобных вопросов ведь такая серьезная проблема мироздания волнует ученого инженера самых ранних лет а кстати он очень был умный талантливый сам самого детства если не ошибаюсь в шесть лет создал какую-то компьютерную программу что у 6 лет делали передвигали игрушки вот крутили кошкам хвост а маска сдавался программы но его не особо видно любили школьники потому что задрот да там тумаков ему отвешивали вот теперь вот этот на этого человека практически молится весь западный мир и не только западные многие наши люди боготворят его я правда уточнил узнал что он не в шесть лет создал компьютерную программу а в 10 лет он получил первый подарок компьютер свой первый и использовал его уже для программирования и 12 лет он уже продал за 500 долларов свою первую программу play star в которой можно было стрелять по инопланетянам из лазерной пушки вот оно как неудивительно он реальная конечно умный человек бесспорно так вот казалось бы странно слышать подобное от но он действительно считает так и заявляет что наш мир все-таки лишь красивая симуляция масштабный проект скрытого сверх интеллекта ведь по словам ученого ни один здравомыслящий человек не стал бы игнорировать процессы которые сейчас происходят в мире маск уверен что заглючившая в кавычках конечно же в последние годы матрица но вспомним предположим эффект мондела является лишь частью плана ученый всегда приводит сильную аргументацию своей позиции и накинул людям пищу для ума рассказав что полвека назад компьютерные игры были дикими примитивизмами а сегодня графику порой сложно отличить от реальности и это только начало да кстати по поводу графики я уже приводил пример король лев я сидел и и долго долго смотрел и искал отличительные особенности но не практически не нашел настолько совершенно создан этот мультик просто преклоняюсь там дисней вы кажется да создал великолепный мультфильм классная графика это круто это первый шаг так вот поэтому маск полагает что раз недалекое человечество смогло достичь подобных технологических высот то уж точно во вселенной существует мощнейший искусственный интеллект который вполне себе мог создать матрицу и и пометить туда статистов людей для определенных целей как я их называю главных персонажей игры да то есть мы такая массовочка есть а есть главные персонажи которые управляют кстати вот мне такая мысль недавно пришла ведь многие политики могут быть или являться реальными какими-то программами в системе потому что логику я их иногда не понимаю вот просто я не понимаю ведь политику попасть надо быть умным человеком но они иногда такую дичь творят и мне кажется ребята вы не какая-нибудь там программа которая просто создана для того чтобы мы совершенствовались ну все наверное слышали такое главные учителя это наши враги последнее время политики превращается в настоящих врагов то есть некоторых программ в то время представители академической науки не спешат поголовно верить в матрицу и настороженно относятся к словам маска но и не отрицает возможность существования этой самой матрицы сам же илон сейчас работает над созданием высокотехнологичного проекта в ходе которого создание людей будут подключаться к симуляции чтобы глубже понять матрицу и то как из нее выйти в случае ее существования вот илон занимается правильными вещами но выйти мы не смог выйти мы скорее всего не сможем потому что ну программисты очень крутые представьте их уровень божественной да может мы сами люди то есть они все предусмотрели возможно только к завершению грим игры мы сможем выйти уже тогда по очкам и по баллам определят нам новую игру если мы захотим а может попадем в свой вот прекрасный мир не знаю беззаботный мир без хлопот а может мы превратимся в каких-то плазмоидов в какие-то не знаю ауры энергетику энергетические коконы как я называю энергетические информационные коконы потому что основном человек если убрать все тело это информация его память да вот я не знаю во что мы превратимся после смерти или вообще мы превратимся но я вам рассказывал историю когда в каких-то определенных состояниях вот например баловались мы с кислородом поступление кислорода в мозг да когда мозг принимает команду то что человек умирает первое это перестает поступать кислород в мозг и вот когда вы там нажимаете предположим на одно место человек погружается это состояние погружался видел какие-то кадры 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 вот так вполне возможно да все записывается все видящие окон наблюдает то есть мы находимся в глобальной игре и вот недавно от своего близкого человека поступила инсайдерская информация когда она находилась коме это человек один самых близких данный самый близкий на земле мне человек очень для меня дорог то я не буду просто говорить кто на люди догадаются она увидела глаз огромный глаз и шепот глаз был черный страх она не испытывала вот но был глаз на него смотрел глаз и что-то шептал потому что мы находимся в некой симуляции за нами наблюдает каждый нас наше движение наши какие-то мысли все это читается очень серьезный компьютер так вот зачем я все это прочитал вот представьте что мы находимся некой компьютерной симуляции как изменить свое будущее задаются тогда вопросом люди ведь мы же все уже в какой-то определенной программе находимся на каждому человеку написана программа кто вам сказал что программа одна и путь один помните тех самых трех моер которые как качут 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 ваши так сказать линии пол эти беретеном что такое качество это множество ниток пряди до каждая ниточка прядь это судьба если вы что-то измените даже в данную секунду в данную точку в данной точке реальности может быть качиха начнет плести вашу судьбу по-другому то есть запустится другая программа я считаю что у нас есть программы и есть основные программы есть какие-то дополнительные программы но главное мы можем поменять свою судьбу каждый человек я считаю все таки может поменять судьбу потому что система очень навороченная зачем тогда смысл жить по одной программе да даже если мы так скажем массовка ведь пешка может стать ферзем не забывайте в шахматах а вот я недавно смотрел буддийскую систему какое-то исчисление там я не помню как называется она прям напоминает шахматную доску это такой знаете древний знак состоящий из 7 квадратов в большом квадрате находящийся и каких-то точек силы подсознания как изменить жизнь за четыре недели я сейчас сразу обращусь к правообладателям ребят сразу меня не блокируйте там то что я чуть-чуть из вашей книги взял информации как это случилось с зеландом 2 часть я уже забыл как называется я зачитал кинули мне страйк за то что я читал книгу а ведь многим людям понравилась именно моя зачитка книги они их официальная лучше предложение про ботенку я бы он нормально прочитал так вот квантовый человек глава первая я еще сразу скажу может будут запоминаться операции читаю мне книга свежий даже пахнет но кое-какие выдержки я уже тут заметил себе и выписал в мозговой архив квантовый человек представляет собой легкий экскурс в квантовую физику но пожалуйста не пугайтесь я начинаю именно с этого так как вам необходимо постепенно проникаться идеи что ваш субъективный мозг влияет на объективный мир в квантовой физике есть такое понятие как эффект наблюдателя все видны на эффект наблюдателя самый знаменитый эксперимент суть его в том что направление нашего внимания совпадает с направлением нашей энергии как следствие мы сами воздействуем на материальный мир который кстати состоит в основном из энергии если вы немного поразмыслите над этим то вероятно предпочтете направлять внимание на то чего вы хотите а не наоборот и возможно вы даже подумайте если а там на 99 запятая 9 9 много 0 9 процентов состоит из энергии и только на ноль целых ноль 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 десятитысячных из материи значит на самом деле я гораздо в большей степени ничего не что чем что-то то есть вы не что ну хочу добавить если рассмотреть а там на каком-нибудь огромном космическом микроскопе по крайней мере так уверяет ученые то от одного небольшого атома размером с мяч до другого расстояния как футбольное поле то есть это самая пустота мы пустые сами по себе вот мы просто не можем пройти через там стену который тоже стоит из атомов но почему вы спросите да мы же такие пустые стена пустая потому что это программа так зачем же я буду сосредотачиваться на этом ничтожном проценте физической составляющей если на самом деле я не намного больше и нечто намного больше то есть не ничто а именно нечто намного больше чем ничто и не является ли величайшим ограничением то что я определяю собственную реальность лишь через чувственное восприятие задается автор вопроса возможно вам знакома идея том что наши мысли формируют нашу жизнь но в главе 2 преодоление внешней среды я рассказываю о том что если мы позволяем внешнему миру контролировать свои мысли и чувства то под воздействием среды в мозгу происходит образование мыслительных паттернов ограничивающих мышление рамками хорошо знакомого в результате мы снова и снова создаем одно и то же мы программируем мозг на отражение своих проблем внутренних состояний и жизненных обстоятельств поэтому чтобы измениться нам потребуется выйти за рамки всего материального в своей жизни пока описывается что будет в главе 3 преодоление тела преодоление времени выживания в с созидание здесь все очень интересно но мы сразу перейдем к шагам глава 1 я просто вас так ввел в курс дела квантовый человек в ранних физических концепциях мир разделяется на материю мысль поздняя на материю и энергию считалось что эти два элемента полностью независимы друг от друга но на самом деле все не так тем не менее прежнее представление человека о мире сформировалась именно в рамках дуализма разум материя считалось что реальность значительной мере предопределена а наши действия не говоря уже о мыслях мало что могут изменить сравните с современным миропониманием все мы элементы безграничного невидимого энергетического поля содержащего все варианты реальности и реагирующего на наши мысли и чувства взаимодействия разума и материи исследуются учеными и нам тоже хотелось бы проследить эту связь в своей жизни и вот мы задаем себе вопрос может ли человек создать собственную реальность при помощи разума если да то идет ли речь о навыке которым можно овладеть и с помощью которого стать теми кем мы хотели бы быть и создать жизнь которую хотели бы прожить посмотрим правде в глаза все мы несовершенны независимо от того какую именно сферу мы хотели бы изменить физическую эмоциональную или духовную нас объединяет общее желание прийти в соответствие с идеальной версии себя стать такими какими мы по собственным представлениям могли бы быть когда мы стоим напротив зеркала и смотрим на жировые складки на талии нашему взору открывается нечто большее чем просто отражение полноватой фигуры в зависимости от настроения мы покажемся себе либо более стройными и подтянутыми либо напротив еще толще так какой из этих образов реален? задаемся мы вопросом ответ все они реальны и не только эти крайности но и безграничный ряд других образов как положительных так и отрицательных как же так? задается автор вопросом чтобы понять почему ни один из этих образов личности не является ни более ни менее реальным чем остальные мне придется разрушить кое-какие ваши вековые предрассудки я беру на себя слишком много? ну да однако я знаю и другое вероятнее всего моя книга заинтересовала вас потому что все прежние попытки изменить свою жизнь на физическом эмоциональном или духовном уровне не приблизили вас к идеальному образу себя а причина неудач ваши убеждения относительно того почему вы проживаете именно такую жизнь о невоображаемой нехватке воли, времени, мужества или воображении что-то изменить вам в первую очередь нужно прийти к новому пониманию себя и мира тогда вы сможете воспринять новую информацию и получить новый жизненный опыт и в этом вам и поможет моя книга и тут выделенный текст корни прошлых неудач можно свести к одной глобальной ошибке вы не были готовы жить с полным осознанием истины о том что наши мысли обладают столь огромной силой что буквально создают нашу реальность что я хочу добавить и сказать реально мысли наши создают нашу реальность это без сомнения ведь перед действием приходит мысль кстати уже наши какие-то ученые долго искал это видео надо было сразу ставить лайк чтобы не потерять а я забыл так что ставьте лайк за видосик так вот я посмотрел это видео и ребята проводили эксперимент да ребята потому что ученые молодые даже моложе меня и они проводили эксперимент и выяснили что перед действием и даже мыслью в мозгу происходит контакт происходит принятие чего-то откуда-то тяжело да для понимания то есть ученые зафиксировали в мозгу какое-то странное явление когда мы думаем ну не странное явление а импульс вот это импульс и есть самая точка наших мыслей но она поступала намного раньше чем наши действия на сколько-то миллисекунд то есть сначала нам поступает какая-то информация откуда-то то есть получается мозг это некий ретранслятор для принятия мыслей а потом мы соответственно делаем действия вот у меня же была гипотеза о том что звезды это световые каналы наши световые каналы и вот люди в астрале видят какие-то там нити серебряные это есть такие так называемые световые каналы наша сущность наше я возможно вообще находится очень далеко и илон маск может быть прав но даже не договаривает и он не додумывает того что наши настоящие личности находятся где-то очень далеко в каких-то галактиках а что такое галактики это и есть реальность это и есть какие-то энергии где мы обитаем вне физического мира и там все наши родственники все там наши знакомые находятся когда умирают вот у меня такая есть версия кто-то скажет как звезды световой канал туда летают спутники мы же видим что вот какие-то галактики существуют ну вот галактики это некоторые страны звезды кстати исчезают сотнями тысячами ученые не могут определить почему я даже ребят посчитал сколько в мире было звезды сколько было человека сколько исчезла звезды сколько исчезла человека примерно все эти данные совпадают невероятно но это факт но вы скажете да откуда мы знаем сколько было людей самом начале да ну вот почему то даже официальные данные совпадают ну как приблизительно там пару миллионов плюс минус со звездами то есть количество людей совпадает со звездами сколько за все время было людей столько за все время и было звезд на небе это невероятно но факт то есть и когда исчезают целые там галактики просто люди умирают сами же ученые говорят что информации до звезд доходит там тысячелетиями даже давайте откинем эти все невероятные цифры предположим что информации до звезд доходит там сто лет вот за сто лет умирает один человек раз звезда потухла человек никто не нужен в этом мире не тон отказался от этого мира сказал да ну ее нафиг лучше я в своем энергетическом коконе покайфую чем вот ваш опыт вот через 0 миллион лет я еще попробую на теру-3 прибыть и там прожить а лучше знаете на другую какую-нибудь планетку или реальность да есть такие у меня мысли я конечно уже превзошел всех и бома и маска и доктор чо диспенза своих гипотезах то есть они более грандиозные кстати вот про бом я вспомнил в одно мгновение видеть вечность огромный мир в зерне песка в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка наверное слышали про дэвида бома это физик предположил что вселенная устроена по принципу голограммы все в каждой части если илон маск уверен что наш мир виртуальный физик давид бом вообще предполагает предполагает что мир голограммы так вопрос а где световые каналы почему он не сказал открыто это звезды как же вся проекция происходит на этом диске да да я думаю что это все-таки гигантский диск или огромная круглая какая-то не знаю вселенная гигантских размеров здесь можно долго гадать придумывать но пока мы обсуждаем виртуальный мир и не надо меня терроризировать вопрос а какая земля плоская квадратная треугольная вот она может быть любая виртуальном мире какая захотите так вот к развитию этой идеи физика подтолкнула потрясающее открытие алана аспекта но состоит в том что при определенных условиях электроны могут мгновенно сообщаться друг с другом независимо от расстояния хоть 10 километров хоть миллиард но такие взаимозависимые электроны будут повторять движение друг друга представьте себе да то есть какие-то какое-то мгновение электрон уже за 10 километров вы даже не заметите так вот дэвид бом предложил другое объяснение поведения взаимозависимых электронов идея бома состоит в том что электронами мы называем разные проекции одного и того же на глубинном уровне реальность представляет собой единое целое и не разделена ни на какие объекты идею бома хорошо передает метафора с аквариумом представьте себе что в аквариуме плавает одна большая рыба но сам аквариум скрыт от вас вы можете наблюдать рыбу только на двух телеэкранах одна камера снимает аквариуму сбоку а другая спереди таким образом вы видите на экранах как бы двух разных рыб однако наблюдая за экранами вы заметили что движение рыб синхронны и тут можно предположить что рыбы как-то сообщаются друг с другом однако это будет неверным потому что двух рыб нет есть только одна рыба согласно в общем этой теории бома все частицы объекты подобны этим изображением на экране таким образом можно предположить что реальность это единая матрица на которой записана вся информация всевозможных в объектах мы наблюдаем лишь границы единой реальности то есть ее голографические так назовем проекции во вселенной в которой все вещи оказываются бесконечно взаимозависимыми взаимосвязаны также сознание всех людей несмотря на кажущиеся внешние рамки мы существа без границ или как говорит бом глубоко в сознании человечество едино помните мое видео общая реальность я ее как-то так назвал я сказал что мы являемся неким единым мозгом вот огромным единым мозгом вот бом подобную теорию как раз и продвигает мир голограмма но как сказал другой ученый которую я сейчас читаю доктор джо диспенза правда в том что все мы наделены великим даром все мы можем пожинать плоды наших созидательных усилий нам не нужно смиряться с реальностью так как в любой момент мы можем создать новую такая способность есть у каждого потому что к добру или худу но наши мысли действительно влияют на нашу жизнь вот конечно можно поспорить с определенными мыслями джо диспенза ведь мы мыслим о разном и часто мыслим каких-то вещах про которые даже не хотим подумать о каких-то страшных вещах а если каждый нашему из мысли материализовала секунду в эту секунду в которой мы подумали это был бы настоящий кошмар для этого и существует про программа для ра-ра-ра-боты я подчеркнула работа это хорошо раб это плохо работать ради развития хорошо работать ради существования обычного существования и жизни сводить концы с концами это плохо вот есть определенные программы про которые я ранее упоминал которые хотят чтобы мы работали ради просто какой-то бескчемной жизни первое родились ра учились уч потом работаем ра и умираем вот и здесь надо вставить осознанную работу которая нам нравится нравится я уже говорил как можно установить свое предназначение в этой программе и ведь вас пытаются уже самые родные ваши близкие существа которые тоже зомбированные вот какой-то над программой которые создали другие люди заинтересованы чтобы вы просто знаете работали ради существования наши родители наши родители тоже зомбирные существа к сожалению и надо понимать что если вам если ваш папа предположим был юрист или военный не обязательно тебе становиться юристом и военным посмотри свой год рождения попробуй с помощью нумерологии хотя бы с помощью вот сейчас появилось модное течение дизайн человека очень в точечку попадают некоторые там моменты я изучал ее и понял что мое развитие только в учении и в обучении других учитывая что я был бестолковый балбес тройки колы все приятели мои да вот предположим мы пишем сочинение литература 5 грамматические ошибки 2 почему так происходило потому что я не люблю правил вообще просто ненавижу правил я не люблю никаких учителей я не люблю чтобы мне кто-то счет указывал настолько у меня сильно вот это я его я постоянно его засовываю куда-то туда в глубину вот чтобы понимать что люди есть в тысячу раз но не в тысячу может во много раз умнее меня и многое больше знают надо стремиться к развитию это неплохо в принципе что у меня такое развитые эго я отвергаю многие гипотезы которые мне не нравятся даже официальные ноты я прочитал предположим вот так наш система солнечный состоит бла-бла солнце крутится обогревает вернее мы крутимся вокруг солнца она нас обогревает она нам дает жизнь до бла-бла-бла но такого-то размера и я так думаю стойте 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 ребятки подождите а где рациональность природы где рациональность архитектора учу издеваетесь то есть солнце просто огромное количество энергии тратит зря не понял откуда она берет эту энергию солнце это же огромный плазмоид там состоящий кстати в основном из водорода откуда она берет эту энергию миллиарды лет как нам говорят ученые почему так далеко находится почему нас не но при всплесках активности не сжигает нашу землю ведь это максим мир очень близок микру мира теория подобия вам в помощь я гурни от ребят солнце мне кажется не такое солнце очень должно быть функционально и рационально потому что есть золотое сечение предположим и мы понимаем что каждый листик это просто невероятное совершенство созданный каким-то природой сверхсуществом великим абсолютом ведь посмотрите на обычный листик там все пронумеровано замерено числа фибоначчи в европе популяризовал леонардо пизанский по прозвищу по прозвищу фибоначчи сын баначи в задача кроликах давайте вам сейчас я расскажу пусть в огороженном месте имеется пара кроликов самка и самец в первый день января это пару кроликов производит новую пару кроликов самку и самца в первый день февраля и затем в первый день каждого следующего месяца каждая новорожденная пара кроликов становится зрелый уже через месяц и затем через месяц дает жизнь новой паре кроликов возникает вопрос сколько пар кроликов будет в огороженном месте через год то есть через 12 месяцев сначала размножение казаться число кроликов по месяцам описывается последовательностью 1 2 3 5 8 13 в ней каждое число равно сумме двух предыдущих условия задачи все равно не реалистичны так что можно не стесняться и предположить что кролики бессмертные и предположить последовательность до бесконечности знаете как пида бесконечно пытаются вычесть вычесть и никак не вычитут потому что невозможно вычесть и это круг божественный круг солнце ра бла-бла-бла это все из мира более высоких возможностей так вот 0 1 1 2 3 5 8 13 21 3 4 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 и бла-бла-бла и есть свидетельство что последовательность задолго до леонардо было известно в индии и что в честь фибоначчи и назвал эдуард люка экспансионально как последовательность степени примерно 1 2 4 8 16 32 или 110 100000 тоже экспансиональный рост экспансиональный рост вообще встречается в природе и в приложениях так растут популяции капитала в банках число радиоактивных атомов и число зерен на шахматной доске вы же помните легенду про жадного султана и бедного изобретателя шахмат хотите я коротко вам расскажу в общем привез там какому-то султану мудрец новую игру шахматы они сели сыграли мудрец этот султан говорит слушай отличная игра я хочу купить сколько тебе мешков золота отвесить братец он раз нам достает там золото он горнее не надо мне зернышек зернышек ну и мудрец решил еще под конец щелкнуть пальцем по носу этого самого султана он сказал так слушай меня султан берешь зерна сначала на первую клетку кладешь одно зерна потом два потом увеличиваешь постоянно это в два раза то есть 1248 16 32 64 и поехали поехали и оказалось что зерен пришлось набить несколько кораблей бедному султану наверное так думаю вот это самый разработчик игры шахматы величайшие игры шахматы прекрасно знал сколько будет звезд верен и ну просто прикололся короче перед султаном султан еще больше зауважал конечно это мудреца и звал постоянно сыграть его шахматы и там весело покутили это а дальше что была история молчивать но мудрец был хорош так вот красивые фотографии вы наверно видели да там шишки всякие розы цветы и вот везде есть вот этот самый число фибоначчи последовательность природе напоминания фибоначчи тоже похоже на фибоначчи только приблизительно и в некоторых пределах широко известны примеры из мира растений семена подсолнуха сосновые шишки лепестки цветов ячейки ананаса видимо здесь задействован один механизм отчасти популярность чисел фибоначчи связан с такими красивыми картинками в интернете их полно вы можете посмотреть а вот скажем закон радиоактивного распада не менее поразителен история его открытия драматично человечество поставил его себе на службу но он не так популярен сми нет для него таких красивых картинок да и описан он дифференциальным уравнением а любителей 9 дифференциальных уравнений меньше чем любителей соответственно красивых картинок все хотят красивые картинки хотите я вам сейчас уравнения не хотите я знаю но вы должны понять что наука уже подтвердила и число фибоначчи и понимает что мир не какой-то хаотичный как я говорил если мир был не хаотичный без цифр не было какого-то великого архитектора абсолютно бога там или каких-то там людей которые все это запрограммировали в этой системе то наш мир бы напоминал картины сальвадор дали обходили все кривые косые от неба до земли все было перекошено здание кривые вот не гравитация вообще какая не работала этот был бы мир ужасен возможно такой мир есть и там люди или какие-то существа себя чувствует вполне себе реально но наш мир очень такой жесткий подвержен определенным законам математическим это видится в каждом в каждой вещи в каждой природной вещи иногда люди конечно делать такую херню дерьмо извините за выражение но ломается быстро если они отходят от определенных параметров заданных вселенской космической так и назовем божественной программы так поехали дальше читать изменить жизнь нужно изменить представление о природе реальности как же нам изменить жизнь задается вопросом доктор джо диспенза так вот надеюсь эта книга изменит ваше представление о том как работает мир и заставит поверить что ваши возможности больше чем вы ранее думали я также рассчитываю что вам захочется убедиться в том что ваши мысли и убеждения оказывают глубокое воздействие на ваш мир пока вы не измените способ восприятия реальности любые жизненные изменения будут случайные мимолетные чтобы получить стабильный результат потребуется тщательный пересмотр во зрении на причины по которым происходят те или иные события для этого нужно открыться навстречу новому пониманию истинные реальности чтобы подвести вас к новому образу мысли я должен и должен буду коснуться космологии науки о строении развития вселенной не беспокойтесь мы лишь бегло ознакомимся с современными взглядами на природу реальности и проследим их эволюцию чтобы вы поняли как наши мысли могут формировать судьбу эта глава может подвергнуть испытанию вашу готовность расстаться с идеями на которые вы в некотором смысле были запрограммированы долгие годы на сознательном и подсознательном уровнях новая концепция строения реальности и действующих в ней сил вступит в противоречие с прежней где царили линейность и упорядочность так что будьте готовы грандиозным сдвигом в мировосприятии как уже поняли я собираюсь бросить вам вызов но поверьте я всецело разделяю ваши чувства ведь тем мне когда-то пришлось отказаться от того что представлялось мне истинным и совершить прыжок в неизвестность чтобы органично перейти к новым взглядом на природу реальности посмотрим как на наше мировоззрение повлияли исходное представление о раздельности разума и материи вот то есть нас автор прям так глубоко заинтересовала что же он нам расскажет ну давайте прочитаем разум не что материя все материя не что разум все новая глава установление связи между миром внешним материальным и видимым и внутренним миром мыслей было головной задачей для ученых и философов всех времен даже сегодня многим из нас не очевидно что разум оказывает сколько-нибудь ощутимое воздействие на материальный мир с тем что события материального мира влияют на наши мысли согласиться еще можно но вот как разум может вызывать физические изменения вопрос похоже разум и материя все же отделены друг от друга если только не допустить что изменились наше представление о способе существования физических материальных объектов и такое изменение действительно произошло причем истоки его следует искать в прошлом в прошлом не столь отдаленном почти на всем протяжении периода который историки именуют новым временем человечество считало что вселенная по природе своей упорядочена а значит предсказуемо и объяснимо вспомните рене декарта математика и философа 17 века множество из предложенных им концепции не утратили своего значения для математики других наук помните знаменитая я мыслю следовательно существую однако мы вынуждены признать что одна из его теорий о конечном итоге принесла больше вреда чем пользы декарт был сторонником их механистической модели мира согласно которой вселенная подчиняется определенным законам анализируя человеческую мысль декарт столкнулся с настоящей проблемой в работе разума оказывается слишком много переменных ее нельзя было свести к единым законам поскольку декарт не мог увязать свое понимание физического мира с миром человеческого разума однако не мог не признать наличие обоих миров он вышел из положения с помощью остроумной игры разума каламбур не случайен декарт заявил что разум не причиняется законам объективного материального мира а значит не может считаться объектом научных научного исследования изучение материи это сфера науки разум не что материя все а так как разум есть орудие божественного промысла то исследовать его должна религия материя не что разум все по существу именно декарт виноват в кавычках противопоставление разума и материи на протяжении веков это предположение природе реальности оставалось общепринятым я хочу сказать декарт неизвестно что думал мы ему пришлось просто это говорить потому что тогда религиозные организации очень были жестоки к таким вот проявлением несогласия и ученых считали в общем любые их ученые изыски считались дьявольфины давайте вспомним сколько на костре людей сгорело вот просто потому что в разрез шли с религиозными догматами а мы уверены что нет и наши ученые пытаются победить религию так вот а я кстати вот ничего не пытаюсь почему бы нет какой-то всевышний там создатель мега грозу мега компьютер просто поменяйте бог но какой-нибудь абсолют архитектор как сделали это масоны архитектор они все мерли мерли они когда строили они уже давно заметили что все подвержено точности кто эту точность мог установить природа как она продана не имеет разума как она может строить объекты как она может там возводить какие-то вселенского масштаба объекты субъекты если у нее нет разума что за бред да вот масоны поняли что за нами наблюдает архитектор там неизвестно кто этот архитектор это может какое-то высшее создание в своей величественной, как я считаю, парной мужской и женской форме, по образу и подобию, да, это не говорит, что мы прямо внешне похожи, это говорит, что в природе так все устроено, есть мужчина, есть женщина. Многие скажут, а есть же еще другие люди, да, ни мужчина, ни женщина, а вот они как-то притягиваются к друг другу. Ну, это какая-то новая задумка, я не знаю, для чего она сделана, и это тоже программа, возможно, эти люди несут какое-то бремя на своих плечах, незаметное, я где-то читал даже какие-то предположения, я имею в виду нетрадиционные ориентации, даже изменения физического тела, гемафродита. Другая тема, я тут сейчас загонюсь в эту тему, и тогда мы не уйдем из нее. Так вот, утверждению картезианских взглядов немало способствовал Исаак Ньютон, наш знаменитый Ньютон, да, он не только укрепил механистическую модель, вселенной, но и ввел ряд законов, согласно которым человек может с точностью определить, рассчитать и предсказать определенные силы, воздействующие на материальный мир. Согласно классической физической модели Ньютона, абсолютно все объекты считались твердыми телами. К примеру, энергия определялась как сила, передвигающая объекты или изменяющая физическое состояние материи. Но, как вы скорее убедитесь, энергия неизмеримо больше, чем внешняя сила, применимая к материальным объектам. Энергия – это само существо материи, и оно восприимчиво к влиянию разума. То есть, я так понял. Например, вы решили двинуть бочку, да, откуда она появится, эта энергия? Появляется мысль сначала передвинуть эту бочку. Труды Декарта и Ньютона легли в основании установки на то, что реальность подчиняется принципам механики. А значит, человек практически не может на нее воздействовать. Вот уже все и предопределено. А нафига она ей там нужна? Зачем нам это все нужно? Вот это все, что все определено. Мы не хотим вот ходить на работу каждый день, с утра вставать. Вообще мир наш, конечно, безумен. Нам создали идеальный мир, нас туда заселили, там, Адам и Ева, да, живите там, не размножайтесь, просто любите друг друга, там, повышайте вибрации их эмоциональных. Ну, человек говорит, нет, подожди-ка что-то, а как дерево выросло, как создано, я что-то тоже хочу сделать, я что-то тоже хочу построить, да. И явно вот эта история про Адам и Еву, это, конечно, не очень-то хорошее объяснение. То есть Адам и Ева, они не работали, они дыхали, а человек может развиваться только благодаря работе. Ра, да, помните Советский Союз плакаты? Труд, труд исцеляет человеческую душу, и, ну, это я уж сам придумал, а может такие были. Ну, много было разных лозунгов, и с помощью этих лозунгов такое достаточно необразованное население, как сахи, довели до заводов. Хотя известно, что станки и все оборудование покупали с Запада. И мне еще раз думается, что наш вот этот территорий России, там лет 200-300 назад был какой-то невероятный апокалипсис. Что-то у нас случилось. Вы спросите, почему? Ну, потому что приехать в Санкт-Петербург и посмотреть на эти сооружения. Кто это строил? Вот эти вот, на картинках я вам сейчас размещу, вот эти крестьяне? О, нет. Это была великая цивилизация, и столица мира, возможно, находилась именно в Санкт-Петербурге. Многие сейчас так считают, я считаю тоже. А потом просто заселили сюда людей, и, ну что, и был на них план. Так вот, при такой картине мира не приходится удивляться, что люди не допускали, что их действия, не говоря уж о мыслях, могут иметь хоть какое-то значение. А в грандиозной структуре мироздания есть место свободному выбору. Да и сегодня многие из нас сознательно или подсознательно разве не ощущают себя порой всего лишь жертвами? Что я и говорил, да? На низвержение Декарта Ньютона с пьедестала потребовалось немало времени. То есть, Джо Диспенза столкнул Декарта Ньютона с пьедестала. Но это неудивительно, потому что появились новые знания, и он, благодаря этим новым знаниям, воздвиг новую гипотезу. И, кстати, через сотни лет мы изобретем что-то круче виртуального мира и тому подобное. И, опять же, будут отсылки к этой гипотезе, потому что, я думаю, на этом развитии не закончено. Еще наша цивилизация будет долго существовать. Но, правда, у некоторых есть такие мысли, что это конец, скоро конец света, апокалипсис. Не знаю, я, честно говоря, не знаю. Если так, то ничего страшного нет. Наши просто информационные коконы, энергоинформационные коконы освободятся, и там уже будет подведение каких-то итогов, что мы тут наделали. Какой мы мирок создали? Суть всего, по всему, так сказать, неплохо развиваемся. И, возможно, даже идем в сторону, которую нам задали. Потому что... Вот мне задали вопрос. Что нас ждет в будущем? Я думаю, кибернизация, кибернетика, генетика, электроника, микроэлектроника, микро-микро-микроэлектроника. Она захватит мир, и человек потихоньку реально засидит в капсулах. И будет создавать опять новый мир, новые реальности. И мы будем как в тринадцатом этаже. Первая реальность, вторая реальность, третья реальность, четвертая реальность, пятая реальность, шестая реальность, седьмая реальность, восьмая реальность, девятая реальность, одиннадцатая реальность, двенадцатая реальность, четырнадцатая, девятнадцатая, двадцатая, 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 двадцатая мире и вот такая вот клонированная у нас реальность все уменьшается в микро в микро и в микро форму то есть от абсолюта до микро формы и я думаю вот именно что мы сейчас больше углубляемся в мир познаем мир то есть расширяемся в другую в другую форму не зря микро мир похож очень с максимиром и возможно это наша задача у меня вообще есть такая задача такая мысль чуть не сказал задача возможно эта задача понять какой итог всей этой пьесы ведь итог в человеческом физическом мире он такой знаете глобальный итог от рождения смерть до когда рождается человек это новая вселенная рождается и вдруг мы вот видите солнце ведь солнце похоже на огромную яйцеклетку гигантскую циклетку если вы будете смотреть на солнце в определенных спектрах то увидите абсолютная схожесть абсолютную схожесть заметите нейроны похожи тоже на какие-то вселенские игла такие глобальные необъятные объекты созвездия солнечные какие-то системы микро и максимир взаимосвязаны это опять же идут отсылки к программному коду то есть к цифрам почему наш мир весь никакой то хаотичный а все нас измерено померено природные объекты жизненные объекты и чем ты меньше уделяешь внимание точности тем хуже твой объект твое творение вот например часовщики дать кто часы создает мастера часов это невероятная тонкая работа ювелиры невероятно тонко они создают такие прям грани там все до микронов это точность она у нас приветствуется в мире решили воссоздать стул сделали три ножки да и поставили их так чтобы не было равновесия человек падает почему он нарушил закон архитектора и надо жить по законам по нормальным вселенским законам так вот дорогие друзья живите так чтобы другие люди не страдали но это мои какие-то моральные такие ментальные изыскания а что же диспенза нам говорит диспенза говорит самые элементарные компоненты так называемом материального мира могут быть как волнами энергии так и частицами материи в зависимости от разума наблюдателя к этому мы еще вернемся чтобы разобраться как устроен наш мир пришлось изучать мельчайшие его частицы именно из этих экспериментов родилась новая область науки квантовая физика твердая почва ушла из-под ног это открытие полностью перевернула привычное восприятие мира и в буквальном смысле выбила у нас из ног почву которая казалась нам такой твердой как же это случилось помните школьную модель атома и зубочисток и пенопластовых шаров до появления квантовой физики считалось что атом состоит из довольно таки массивного ядра внутри снаружи которого находятся более мелкие частицы с меньшей массой сама идея о том что при наличии достаточно мощных инструментов мы могли бы взвесить и подсчитать субатомные частицы наводило на мысль что составляющие атома инертные и малоподвижные словно коровы жующую травку на пастбище казалось что атомы состоят из твердой материи ведь так и мы наблюдаем классическую модель атома классическая ньютоновская модель атома основной упор делается на материю как показала квантовая модель ничего не могло бы быть дальше от истины большую часть атома составляет пустое пространство атом это энергия подумайте об этом все окружающие вас физические объекты не является твердой материи на самом деле все это энергетические поля или информационные частоты любая материя в большей степени не что энергия чем что-то частицы и теперь мы наблюдаем квантовую модель атома это ядро и электронное облако она менее материально новая квантовая модель атома с облаком электронов в этой модели атом на 99,999 состоит из энергии только на 0,000 100 тысячных или сколько там не важно из материи в общем а там практически на сто процентов состоит из ничего то есть материальном отношении это практически ничто подумайте и вот интересная картинка реальная квантовая модель атома посмотрите на нее вот она самая реалистическая модель любого атома материальном смысле это ничто в потенциальном абсолютно все невероятный каламбур как говорил морфеус я даже не дышу очередная загадка субатомной частицей крупные объекты играют по разным правилам продолжает диспенза однако это открытие само по себе еще не объясняла природу реальности перед физиками встала новая загадка судя по наблюдениям материя не всегда вела себя одинаково исследования измерения на субатомном уровне показали что элементарно частицы атома не подчиняются законам классической физики действующим в макромире события происходящие с объектами макромира были предсказуемые воспроизводимые и закономерные легендарное яблоко упало с дерева с неизменным ускорением она летела к центру земли пока не столкнулась с головой ньютона но электроны вели себя непредсказуемо вступая во взаимодействие с атомным ядром и двигались к его центру они это теряли энергию то приобретали то появлялись то исчезали и постоянно обнаруживались в самых неожиданных местах игнорируя границы времени пространства значит ли это что в микро и макромире действуют разные законы но ведь субатом на частицы в том числе электронный это строительный материал всего что есть природе как же получается что сами они играют по одним правилам а составлены из них объекты по другим от материи к энергии частицы показывают фокус с исчезновением и вот тут продолжение прекрасной книги джо диспенза и на этом я хочу завершить сегодняшнее видео потому что я уже начал заговариваться целый час болтал с вами ну и в конце я должен подвести итог я не знаю чем джо диспенза закончит потому что я книжку вообще читал первый раз ну какие-то выдержки я возможно зачитал мне кое-что там нравится я могу сейчас под конецом прочитать и так вся материальная вселенная состоит из субатомных частиц электронов и тому подобное природа тех частиц такова что пока наблюдатель не обратит на них внимание они существуют виде чистого потенциала и находятся волновом состоянии они потенциально все и ничто пока не окажутся фокусе внимания они существуют везде и нигде пока не вмешается наблюдатель таким образом физическая реальность существует лишь форме чистого потенциала шикарно написано и все понятно то есть наше будущее это сплошной потенциал в принципе каждый сейчас маленький человек может изменить этот мир скорости увеличивается с каждым годом рождаются люди которые быстрее переваривают информацию старые люди их уже не понимают мне многие молодые люди хотя мне в основном а я слушаю ваше видео на скорости полтора или два могу честно сказать я могу информацию передавать так быстро что вы не переварите но я стараюсь подстраиваться под всех как я могу передавать информацию если вы хотите вот молодежь и так вся материальная вселенная состоит из субатомных частиц электронов и тому подобное природа частиц такова что пока наблюдатель не обратит на них свое внимание они существуют в виде чистого потенциала находится в волновом состоянии вот типа так хотят чтобы я зачитывал ребята так не буду читать я понимаю что вы с каждым годом рождаете все более такие разумные шустренькие как сперматозоиды нет нет я вот где-то средний уровень буду держать так вот чистый потенциал вот даже по картинке как сейчас люди видят а там ученые все у меня крышей очень физики до которые изучают гипотетически составляет свою картину мира от квантовый мир там подобное так вот они атом атом вообще считают что его нету то есть наш мир это вообще чисто лист бумаги значит программа вот как мы пишем на компьютере программ от программисты там циферки нолики единички что-то не там делают программный код там подобное так уже нас мир и вы своими мыслями вмешивайтесь в систему не вмешивайтесь а встраивайте систему потому что ваша жизнь это чистый потенциал нет закономерного какого-то пути или этих путей просто огромное количество и еще хотел сказать все-таки про людей я же в каких своих видео оскорблял человека говорил что это паразит еще раз подчеркну он и паразит он может уничтожить всю землю один человек может уничтожить всю землю представлять какую власть нам далее и вы должны представить что за нами очень-очень так сильно и очень внимательно наблюдают также один человек может просто улучшить улучшить этот мир экологическую обстановку ну предположим возьмет он семена посадит я не знаю 25 гектаров озеленит квадрат и посадит деревья там что-то подобное человек это грандиозное создание это уникальное создание мы не просто так здесь вот существуем и еще вот я же не просто он там все вот эти свои выводы делал про точность про фигуры про то что как говорится некий архитектор любит проявление именно точности совершенства так вот ваши желания должны быть тоже совершенно не быть отточены как грани и конечно да ваши желания стройные в этой системы мира материализуется и главное понять для чего в этой мере здесь помогут цифры еще раз вам напоминаю вот цифры я сам человек не какой-то не гений не супер точный я не илон маск я вот просто могу читать и как тот философствовать но мои мысли сейчас вам говорят о том что вы можете изменить судьбу и я надеюсь вы будете менять в правильном нужном направлении потому что тогда вы поможете многим людям есть паразиты настоящие паразиты которые мешают и не нам а самому архитектору все мы конечно немножечко паразитируем паразитируем всем немножечко неправильно живем но кто-то прям вообще раздувается жестко до но с другой стороны может они существуют для нашего развития так вот после всего вышесказанного у меня появилась две дороги две пути 2 таких знаете две ментальные дороги первые мысли для чего мы здесь существуем для какого-то глобального плана архитектора а вторая мысли мы существуем чтобы учиться и в принципе вот этот глобальный план архитектора и есть наше обучение но оно должно когда-то завершиться и мы должны какой-то дойти точки до хотя в принципе одно другом то не мешает мы здесь понимаем что наш мир он еще такой знаете дуальный да вот всегда есть две стороны по крайней мере минимум есть всегда обязательно еще другая страна и но другом не мешает вот я мне кажется и кристаллизовал вывел какой-то знаменатель сегодняшнем видео наконец то есть мы здесь существуем для глобального плана архитектора абсолютно создателя своем двуличие и заодно обучаемся чем мы более ответственные правильные ученики тем нас абсолют больше наверное любят и соответственно мы для лучшей реализации плана более эффективно используем не объятный не свой потенциал а чистый огромный лист бумаги и ты ты и я на скрипящем стуле который недавно купил вот создали плохие китайские творцы реальности мы можем себе создать какой захоти мир ну для этого и существует всякие я думаю там тайны общества которые управляют нашим миром вообще если вот посмотреть на окружение людей особенно если вы живете не в очном не в очень благополучном районе а я жил где только я не жил такой очень далеко очень далеко ты и сразу погружаешься ментально в свои глубокие и очень страшные казалось бы на первый взгляд проблемы глядите больше на небо поднимайте свою голову подбородок выше к солнцу стремитесь к развитию вот я уже тезисами заговорил развивайтесь и размножать ладно все ребят давайте пока и в конце все таки я хотел бы ответить на вопрос который многие люди сдают себе или богу я не знаю обществу не понимает почему же тогда бог не вмешивается в нашу жизнь и не делает ее абсолютной гармоничной приятные для нас но потому что он только наблюдает наблюдает пряники наверное там плеть потом будет да вот на блюдо те а создаем реальность мы вот и все какая будет у вас реально все зависит только от вас пока